То есть мы вам переформатируем жесткий диск, корневая папка будет 300 гигабайт, файл подкачки будет 4 гигабайта, а остальное пространство будет просто отведено под отдельный раздел с расширением extension 4 для ренукса. Вот и все. Вот первое нажимаете decline. Да, но это сделал уже сто раз. А каждый раз вот инсталирую скайп или вам звоню, он опять здесь. Так, ну поехали. Так. Нам нужен будет какой-нибудь файлик. Какие здесь за черта? Так сейчас установка чистая, у вас вообще сейчас ничего нет. А, нет. Так. Можно создать на UI. Ну, у вас, вот здесь, вот я, 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 у вас не вижу блокнота. Здесь вот наберите GED. Ну, вот. Тут Самую разную чепуху наберите. Сохранить. Там. Там. Вот файлик мы с вами взяли. Видите, не вставляется. Теперь откройте Crusader в кардиовом режиме. А на G-парте, где про, открыл, там телефонов нет. Он говорит, должны быть телефоны, как бы он должен быть подключен, все эти файлы, да? Сейчас, подождите, давайте посмотрим. У вас имя пользователя, юзер или что? Да. Напишите его здесь. На группе? Да. И надо, наверное, птичку тут поставить. Так, влазь. А только на Грузии можно это пропертик сменять, чтобы они сработали, да? По крайней мере, для меня это наиболее удобная программа, где я могу без терминала все это дело делать. А на НЕМО это не сработало бы, нет? Да, есть команда, ее нужно запускать в терминале, чтобы НЕМО запустился в корневом режиме. Для меня гораздо проще все это сделать в Крузере. А, да, да, да. Я говорю про то, что корневой режим, надо же. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. И, конечно, это не было. А, да. А, да. А. Вот видите, раздел «Подсоединен». Если не будет копироваться, то вам нужно будет просто всегда зайти, допустим, вот показываю, смотрите, вот я отмонтирую. Вот если вам нужно будет подсоединиться к этому разделу, чтобы на него можно было копировать там или с него, вот, нажали, видите, он здесь появился. И вы сюда уже можете, как говорится, вставлять там что угодно. Так, а что он постоянно не будет подсоединен? Linux устроен очень лаконично. Не нужно, значит и нечего подсоединять. Зачем расходовать лишний раз там память и всякую такую штуку? Нет, нет, так я не понял. Как это мне сделать подсоединение каждый раз, если я хочу что-то нибудь перекопывать, как я это подсоединение даты делаю? Вот просто, смотрите, вот я сейчас отсоединяю, вот его нет, да? Идете вот сюда, и просто-напросто нажимаете дата, и вот он здесь появился. Но я вообще не хочу, чтобы никаких вот этих иконок трех, дата, головный компьютер здесь было. я их там уберу. Так как мне знать, он подсоединен или не подсоединен, несмотря на этот, на этот стол. Ну, давайте, возьмите, уберите все иконки с рабочего стола. Вот вы сейчас вроде бы ничего и не видите, да? Да. Ну, давайте, допустим, мы обзовем по-другому там. Вот. В данном случае, вот, скажем так, излишняя простота, она, значит, порой играет злые шутки. А вот вы не знаете, что у вас подключено. Да плюс вы всегда хотели отключить, и вы ее отключили. Вот. А вы хотели ее убрать. Вот, допустим, у вас вот этот таблет убран. У вас убран вот этот таблет. Вот. И вы не знаете, что у вас подключено, что нет. Нет. Пошли сюда. А почему нет? Мы можем держать подключенный таблеток. Мне говорить можно или нет? А? А? Мне говорить можно? Да. Ну вот. Вот. Вот смотрите. Вот. Сам вот этот вот значок обозначает, что у вас подсоединен раздел. Вот. Даже здесь я могу нажать Unmount, и он у вас уже отсоединен. Отсоединен. Вот если я решаю его скопировать, иду в папочку, она видите, отсоединена. Вот я на нее нажимаю. Да, это я понял. Но, Алекс, я не понимаю, как сказать в бытовом смысле. Что это значит? Это значит поэксоединен, партишн не поэксоединен. Что это значит? Это сделано для того, чтобы лишний раз не загружать там ни оперативную память, ни центральный процессор и так далее. То есть, здесь Linux очень строг и лаконичен. Если вы в данный момент этот раздел не используете, вопрос, зачем тогда включать электричество в комнате, в которой никого нет? Ну да, понятно. Но если, допустим, вы хотите войти в комнату, то вот вы в нее вошли и включили электричество, и делаете там что? Да, да, да. А Unmount правым клавишом и Unmount, да? Да, вот. Вот. Unmount, понятно. Отсоединить. А Unmount означает включить свет, грубо говоря. А есть какое-нибудь преимущество Unmounting Partition для насчет security, например? Лично я не вижу вообще никаких преимуществ. Вот лично я, я не вижу никаких преимуществ. То есть, я считаю, что Linux система, ну, во-первых, поймите, она делалась людьми. И она делалась для людей. И когда там, значит, сидели, значит, многочисленные команды людей, и которые обсуждали, вот, ну, как же сделать так? Ведь можно, практически есть специальная команда, которая будет у вас автоматически подключать все разделы жесткого диска, значит, сюда. Ну, на это будет, извините меня, расходоваться и память, и центральный процессор. А так у вас все идет по самому минимуму. Вот посмотрите. Вот ресурсы ваши. Поглядите. Значит, swap-файл хоть и подключен, но он практически не используется. Но memory 33% я этого никогда не видел раньше. Где это? Ну вот, где вы показываете. 33%? Да. Ну, значит, что-то, а, ну, во-первых, используется, извините меня, и Skype, и TeamViewer. А, из-за этого? А когда вы их отключите, у вас будет там минимальные цифры. Ага, ну да, понятно. Вот, и все. И плюс, значит, идет использование ваших процессоров. Вот, практически и все. А могу спросить о вас? Не, не. Я уже знаю, что после одного вопроса будет еще тысячу. Не, нельзя. Я хочу узнать в стандартной версии Linux, как эта дата, настройка, сеттинги какие. Вот мы делаем сеттинги, и в настройках Linux предусмотрены какие сеттинги или нет? Для партишной даты, как там предвидено? Вот то, что сейчас вот у вас сделано, сделано самым рациональным образом. Вот смотрите. Чем Linux и хорош? Тут ведь всегда можно зайти и посмотреть. Вот. Видите, три телефончика. Каждый телефончик обозначает, что раздел присоединен. Даже здесь вы можете сделать Unmount. Вот. Вот. Вот Mount в Partition делается, видите как? Не делается толком. Да. А зато посмотрите, как я делаю Mount легко в Nemo. Вот я сделал Mount в Nemo, да? Правым клавишем. Да, да, да. Ну пока и все. И вот здесь он уже, как говорится, появился, примонтированно. Понятно, да? Да. То есть сейчас все, что вы хотели, значит, вам сделано. Так что желаю вам всего самого наилучшего. Аликс, еще, еще это. Ну еще, это уже. Ну еще, это уже. Языков. Там этих вложочек. Я не могу переключать языки. Ну идите в языки, давайте посмотрим. Так это я там и поинсталлировал, и переинсталлировал. Там ни черта не помогает. Да, ну давайте посмотрим. Где это? Вот. Вот у вас возникает проблема. Вы что-то там не разбираетесь. Вот у вас стоит английский, ну американский язык, да? Да. Ну вот здесь я пошел вот туда, вот. Ну вы возьмите ползуночек, пробегитесь вниз. Я и удалил, и добавил. Вот и литовский вот сделал вот так, я покажу вам. Подождите, вот я нажал добавить. А теперь пробегитесь и найдите свой литовский язык. Ну вот оно. Да, да, да. Вот, вот, вот. Ну, install. Close. А здесь, ну здесь его уже и вряд ли он будет. Здесь внизу есть. Нет, вот есть. Так, вот. Этот самый лучший будет, UTF10. Да, да. И install language packs, установить языковый пакет. Я это сделал, Алек, и другие английские уберут. Уберут. Ну вот смотрите, видите, идет загрузка. Да. Значит, вы это не сделали. Нет, нет, не теперь, раньше. Ну, мы про раньше не говорим. Мы говорим про конкретную сборку, про сейчас. Ну, про раньше. Вот вы нажали установить языковые пакеты. Установились. Закрыли. Теперь так. Значит, какой системный язык вы хотите иметь? Вот тут английский. Английский, да? Да. Вот написано. System locally. Язык английский. Apply system white. Применить повсеместно. Все. Ну, ничего. И ничего. Это мы делали языки. Теперь пошли на клавиатуру. Keyboard. Layout. Ну. А что вы хотите? Добавляйте свой литовский язык сюда, голубчик. Для чего вам дана эта кнопочка? Нет. Вот это вот. Ищите литовский язык. Этот, наверное, да? Вот этот вот, скорее всего. Да. Вот, пожалуйста. А, надо на keyboard пойти. А я мучился на этом. А теперь о переключении раскладок клавиатуры. Давайте здесь посмотрим, что у вас тут есть. Вот. Switching. Toinaza. Loyal. Вот. Я всегда, у меня, допустим, со времен винды, вот это вот было. Alt Shift. Ну, вы можете выбрать комбинацию ключей, которые вам нравятся больше. Можете выбрать Alt Control там. Или вот вам на выбор предлагается целая куча комбинаций. Какая вас устроит? Выбирайте, которая вас устроит и нажимаете Close. Ага. Так выбирайте. Вон у вас какой богатый выбор-то. Я выбираю стандартную виндосовскую, чтобы даже и потом у меня и голова не парилась. А какая это стандартная? Alt Shift. Вот. Подождите. А Alt? Показываю. Смотрите сюда. Вот. Возьмите клавиши Alt Shift и понажимайте. И вот глядите на этот значок. Нормально? А, ну да. Alt Shift. Да. Это как на Windows? Да. 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 Все. И нажали закрыть. Даже забыли комбинацию клавиш. Даже забыли комбинацию клавиш. Мы пошли сюда. Переключились на свой. То есть. А я всегда вот так и переключил. Хорошо. Ну, теперь у вас есть два варианта. Вы можете делать это при помощи мышки. А можете делать при помощи комбинации клавиш. Вот еще раз нажмите Alt Shift. Нормально? Да. Единственное, что... Ну, я бы вот сейчас... Подождите. Немножечко сделал бы все-таки... Поширее. Вот. Ну, это, скажем так, уже сами там сделаете ширину. Ну, да. Я эти настройки сделаю. По своим глазам подберете. Да. Но мне еще что не понятно, почему... Это уже третий вопрос. А начиналось все с одного вопроса. Вот вы нахал, а? Алекс, помогите мне. Что сделать? Не подключается разделы жесткого диска. Сделали разделы жесткого диска. Пошел второй вопрос. Клавиатура. Так. Что будет третьим? Ну, самое главное, это... Самое главное уже сделали. Это, чтобы работала data partition. Так. Но самым вторым номером пошло, что вы отказываетесь. Этот... Не могу принтера подключить. Значит так. О принтере речь вообще не шла. Изначально. Вы мне позвонили насчет того, что не подключается разделы жесткого диска. Поэтому не придумывайте. И у меня принтер не установлен, и я ими не занимался, и я заниматься ими не буду. Если вам нужны какие-то вопросы решать с принтерами, значит вам придется пойти в Google и поискать по интернету драйвера там, какие у вас нужны для ваших принтеров. Но здесь, значит, вот есть, пожалуйста, вам такой вот раздел. И посмотрите, есть ли в нем принтеры. Пробегитесь. Я сделал вот так. Подождите. Посмотрите, принтеры вообще имеются в виду? Указаны хотя бы или нет? Принтеры есть. Есть. Ну так, откройте их. Я открыл... Вы не то открыли. Вы открыли драйвер-менеджер. Вы открыли-то не то. А что еще надо открывать? А надо вот так вот нажать. Консил. И вот видите, написано. Принтеры. Ну. Ну и чего? И заводите теперь сюда название своего принтера. Я так не знал даже, как это делать. Ну. Вот давайте судить по логике вещей. Вот у вас имеется, значит, меню настроек. Вас интересуют именно принтеры. Вот объясните мне, какого лишнего вы полезли в менеджер-драйверов, когда у вас, вот, вам в лоб дается табличка принтеры. Вот вы сюда вводите, значит, марку своего принтера. Нажимаете на поисковое словечко и он у вас, по крайней мере, ну, постарается поискать у вас принтеры. А, я не знал это. Ну. Как марка вашего принтера обозначается? Ищите, смотрите, разбирайтесь. Ну, я же не могу за вас и проживать, и проглотить. Так. Вместо одного вопроса три получилось. Дальше. Еще вопросы будут? Да. Мега не обружается автоматически. Ха-ха-ха. Ну, это что-то. Так. Вот я сейчас вас поймаю. И очень красиво. Вот смотрите. Значит, пишите. Номер один. Номер один. Ни А, ни Б, ни Ц, а номер один. Пишите цифру один вместо А. Он мне пишет, пока не приключено другое. Вот один. Написали и все. Так. Партишн. Эээ. Эээ. Проблему решили? Решили. Решили. Второй. Уже, значит, пошло, значит, я пишу. Вот. Ланг. Уже в программу не входило. Решили. Третье. Ээээ. Принтерс. Проблему поиска нашли. Так. Ваш четвертый пункт. Больше я вам не даю. Потому что у меня куча людей. Поймите, что вы у меня не один. Да. На мне сидит вся Россия и все зарубежье, которое говорит по-русски. Поэтому будьте, ну, скажем так, ну, уважительно относитесь к другим пользователям, которые тоже мне хотят задать вопросы. Мега это будет последний вопрос? Ну, если что. Подождите. Мега это будет последний вопрос? На сегодняшний вечер да. На сегодняшний вечер да. Ну, хорошо. Поехали на мегу. Значит, у вас файлик меги скачен сюда или нет? Ну, он даже установлен вот. Да ну, сейчас глянем давайте. Интернет так мега. Вперед из песни. Так. Вот он здесь стоит. Сеттинги. Пошли сюда. Вот смотрите, видите, у вас галочка не отмечена. А, после партишина, наверное. Ну, а как же. Теперь, если вы галочку нажмете, он пишет. This thing can't be enabled because the vocal folder doesn't exist. Понимаю, да. Хорошо. А вот вы берете его и убираете кедрение фени и добавляете свой вариант. Ну, и что? Значит, он предлагает вам выбрать папку для синхронизации. А вот у вас такой папки, допустим, нет. Так. Что вы можете сделать? Первое. Вы можете просто сами создать папку. С любым для вас именем. С именем, допустим, там, саулистом. Ну, пишите, что вам нравится. Мега и синк маленькими напишите. Так. Хорошо. Вот папочку эту мы взяли, выбрали. Вот. Теперь мы пошли на кладовочку в интернете. Вы хотите ее всю синхронизировать или отдельные только вот какие-то папочки вот эти. А это, что я понимаю, что там в интернете? У вас в интернете в кладовочке имеется, значит, общая папка Cloud Drive, но в ней имеются папочки документы, мега-синг загрузки и картинки. Вот вы можете все это одним махом указать папку Cloud Drive и все будет синхронизировано. А можете указать, допустим, только папочку документы и тогда будет синхронизироваться только папочка с вашими документами. Нет. Все. 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 Окей. Отметили. Применить. И пошла у вас синхронизация. За процессом синхронизации вы можете смотреть вот здесь. Показать статус. Вот смотрите. Видите? Сразу. Сразу. Руководство по налогам. И РСФ бар и так далее. Вот. Оно сразу все побежало и синхронизировалось. И вот тут написано даже было сколько секунд назад. И написано Megasync из up-to-date. Megasync синхронизировано. Потому что у вас в кладовочке на Омеге, ну, было, скажем так, микроскопическое количество файликов и очень маленьких размеров. И они моментально синхронизировались. Все. Ну, теперь давайте... Теперь, значит, вот, мы закрыли это дело. Если вы не верите, идете сюда. Вот ваша папочка. Вот видите? Они моментально, все ваши файлики уже прибежали сюда. То есть, они действительно синхронизировались. И если вы откроете какой-нибудь любой из этих файликов... Ну, там же показано, что аплодит. Ну, там будет. У вас синхронизируется все. Вот, например, вы сделали здесь какие-то изменения. Ну, вот, например, там C, 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 да? Да, да. И, допустим, вы нажали... Тут где? Вот. Сохранить. И... Да ее же и сохраняем. Какая разница? Yes. В каком формате было, я уж там не помню. В этом, да. Ворде. 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 Ну, пускай Ворде сохраняет. Все. И оно у вас уже, как говорится, будет с этим делом синхронизировано. Ну, теперь вот, например, я... Ну, наверное... Ну, хорошо. Ну... 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 Это самое... Уж меня простите, но... Ну... У меня вон люди дергают еще с других концов света. Очень благодарен. Пожалуйста, вам всегда пожалуйста. Но только вы в следующий раз будем с вами составлять список вопросов, иначе вы меня тут до утра будете насиловать. Ну ладно, счастливо. Спасибо, Аль. Хорошо. Спасибо.